Сегодня я хочу вам показать одну машину, это Mazda, не знаю пока какой год, может быть внести в документах, это нам дали машину по бренд на один день, пока наша машина на сервисе находится, в служении, я хочу показать вам, пока есть такая возможность, какая это машина. 1996-2012 год. Вот такие у меня ключи, все на одном ключе этот. Итак, заглянем вовнутрь. На двери динамик, кнопки открыть-закрыть, это тоже та же, регулировка зеркала, окна открыть-закрыть и блокировка окон. Так, здесь у нас зеркало обычное, здесь подсветки, тут я еще не смотрела. Ага, вещичек, наверное, может быть, для использования документов или для очков. Вовнутрь, потому что внутри мягкий, наверное, можно положить очки. Тут все, как обычно, зеркало. На правой двери тоже есть замок открыть-закрыть и для одного стекла. Так, кармашек быковый, здесь оборотачок ящичек. Так, что у нас на панели? Вентиляционные всякие, потом противоюзная система. Тут просто имитация кнопок. Здесь у нас информация открыть багажник. Вот здесь тоже есть маленький такой кармашечек мягкий внутри. Так, здесь у нас заправки сведения, скорости сведения. И нагревание мотора. Там у меня горит, что дверь открытая сейчас, в данный момент. Здесь на руле, как обычно, как обычно, свет и поворотник. Здесь для телефона позвонить. Наверное, положить трубку. Так, это громкая компьютер-связь. Наверное, как Bluetooth работает, я еще не пользовалась. Поэтому не знаю, как это все работает. Потому что нам дали только на один день отношения. Прибавить громкость, убавить. Так. Здесь тоже какие-то настройки. Встроенный airbag. Здесь у нас вентиляция. Включить, выключить, закрыть, открыть. Это вот этот, двигаешь там внутри жалюзи. Открывается, закрывается. Здесь кнопка аварийная. Здесь у нас для диска. Радио. Выбор любимых каналов. CD. Это не знаю, что. Громкость. Часы. Поиск. На диске, наверное. Поиск. Вот это не знаю, что. Текст. Auto. М. Нужно еще разбираться. Здесь, как обычно, кондиционер, вентилятор, направление воздуха. Куда. И эта машина. В общем, она может работать и на автомате, и на ручном. На ручной трансмиссии. Ручная передача. Вот это переключение. Когда на ручной передаче, ставится на manual, на кнопочку M. А когда на автомате, то просто вот так ставится на букву D. Это вот здесь с этой стороны. Разница только вот здесь вот переключается. Здесь. Испособление. Вот оно закрывается. Нужно ставить чашечки. Таканчики. Это тормоз. Сиденье. Сиденье. Синтетическое такое. Сиденье. Сиденье. Наушники можно включить. И 12-ти вольтовое включение. Потом это закрывается. И эта штучка может двигаться вот. Можно сюда. Вперед. подлокотник. Как подлокотничек выдвигается. Можно вот так вот назад подвинуть. подлокотник. Здесь тоже у нас 20-ти вольтовый вход. Туда дверь открыта. Вот горит такое кольцо вокруг замка зажигания. Сиденье. Вот. Чтобы не было темного. Видно когда. Чтобы найти где включать. Так. А здесь тоже надо было сказать, что как обычно на руле тоже регулировка для чистки стекла. Так. Тут же внизу. Под сиденьем почти у водителя. Это открыть крышку для бензобака. Выправлять. Автоматически вот так двигаешь. Сиденье двигается. Вид оно пошло. Тоже можно поднять его вот так вниз. Значит оно поднимается. Или наоборот опускается назад немножко. Так. Здесь тоже есть. Эта спинка. Регулируется. Пошла вот у нас спинка. Там. Это я что-то сама еще не знаю. Не пробовала. Что это такое. Села на заднее сиденье. Проверим, что здесь у нас. Так. Здесь у нас не открывается. Так. Здесь тоже. Лобочка. Лобочка. Для стекла. Тут дверь закрывать. Если нужно. Здесь у нас тоже самое. С этой стороны. Так. Тут у нас. Это кнопочка для ремня. Вот она там наверно. Ремень крепится. Я так думаю. Подголовники. Такие тоже. Так что. Там тоже вот это открывается окошечко. Тоже есть какое-то крепление. Так. Эта кнопочка вот. На замке открыть багажник. Хочу показать какой тут уместительный. Большой багажник. Вот такой. Сопработано. Все мягким. Мягкой ткани. Крышка. Ну вот наверно и все. Интересный такой ключ. Как в виде брелка. Вот он закрытый. Тут два ключа. Открытие. Наверно нажимаешь. Тут кнопочка есть. Не закрывается. Я думаю. Нажимаешь на кнопочку. И вот так он закрывается. Получается такой грелок. Если нужно. Нажимаешь. Вот он открывается.